Всем привет! Друзья, как я обещал, буду делать видео о том же, какую лучше всего коляску иметь, для того, чтобы путешествовать с ребенком в самолет. Вот, коляска Йоя. Да, друзья, это именно та коляска, которую можно брать с собой на борт самолетов. И она не превышает нормы ручной квалифики. Плюс у большинства авиакомпаний действуют дополнительные нормы багажа на инфанта. По весу это 5-10 кг. И по габаритам сумма трех измерений не должна превышать 115-158 см. Коляска Йоя как раз и обладает такими характеристиками. Ее размеры в сложенном виде составляют 53 на 44 и на 20 см. Что в общей сложности составляет 117 см. А вес коляски Йоя всего 5,9 кг. И сразу хочу отметить один приятный момент для подписчиков нашего канала. Что кто-то из вас выиграет один из двух подарков от канала PSN Travel. Для этого вам нужно досмотреть видео до конца. И вы узнаете, что нужно сделать для выигрыша. Итак, друзья, мы отправляемся с коляской Йоя в Турцию. Вот мы в полном составе нашей семьи заходим в аэропорт. Проходим стандартную процедуру безопасности. То есть через рамку металлодетектора. И идем пройти регистрацию на наш рейс. На самой регистрации, когда мы сдавали багаж, у нас спросили, будем ли мы сдавать коляску тут? Или перед самой посадкой на борт? Наш ответ, перед самой посадкой на борт. И тут я уточнил вопрос, можем ли мы не сдавать коляску? Нам ответили, что если коляска не превышает нормы ручной клади, то можем не сдавать. И попросили показать ее в сложенном виде. Чтобы не беспокоить нашу дочку, я показал им размер чехла из-под коляски. Нам ответили, что можем взять с собой набор. Только обязательно в зачехленном виде. И вот так вот выглядит сам процесс складывания коляски Йоя. В этом нет абсолютно никаких сложностей. Это, кстати, всего реально четвертый раз, когда я ее собираю. А вот сам чехол, который идет в базовой комплектации с коляской Йоя, пошит очень впритык. Поэтому тут мне немного пришлось повозиться, чтобы запихнуть коляску Йоя в чехол. Собрали мы ее перед самым шлюзом, который соединяет зал ожидания непосредственно с самым самолетом. Сейчас вы видите, как мы идем по телетрапу в самолет. Коляска Йоя уже собрана, и я несу ее у себя на плече. Для этого у коляски есть специальный ремень. И вот тот момент. Друзья, если у вас обычная прогулочная коляска, то тут вам обязательно нужно ее сдать. Но если у вас коляска Йоя, и вы ее сложили, то у вас даже ничего не спросят. И вы спокойно пойдете с ней прямо на борт самолета. А вот так выглядит место для ручной клади. В это отделение свободно помещается коляска, ручная кладь, и еще есть куча свободного места. Друзья, прошу в комментариях написать, с какими колясками путешествуете вы, и насколько это удобно. И вот мы прилетели в Турцию. Как вы видите, моя супруга легко спускается с коляской Йоя, которая висит у нее на плече, по трапу. И далее мы едем в забитом под завязку трансфере к терминалу аэропорта Анталия. А это наш сын, которому на данный момент 6 лет. И даже ему под силу поднять и немного пронести коляску Йоя. И вот мы прошли паспортный контроль. И идем уже с расложенной коляской, чтобы получить наш багаж. В то время, как все другие несут своих детей на руках. Второй день эксплуатации коляску Йоя в гостинице и окрестностях. Сейчас вы видите, как легко и просто передвигаться с коляской Йоя по гостинице. Смотрите, даже 6-летний ребенок легко и абсолютно без каких-либо усилий справляется с управлением коляской Йоя. Продолжение следует... Поехали дальше. Сейчас вы видите, как мы с дочкой едем за территорией гостиницы по плитке. Несущественный звук постукивания колес есть, но по сравнению с нашей домашней коляской Кхика, коляска Йоя гораздо тише. А вот друзья, турецкое бездорожье. Да-да, и такое бывает. Правда найти его не просто в Турции. На удивление, коляска Йоя справилась с ним хорошо. Только друзья, мой вам совет. Лучше не ездить по такой местности, потому что многорычажная конструкция коляски Йоя, по моему мнению, быстро рассыпется. Друзья, у кого есть коляска Йоя, отпишитесь пожалуйста в комментариях, как обстоят у вас дела со сроком эксплуатации коляски Йоя. Что касается пляжа, то коляска Йоя абсолютно не едет по гальке, поэтому я вообще ничего не записал. Но благодаря тому, что коляска Йоя имеет маленький вес, я легко ее переносил на расстояние в несколько метров в нужное нам место. Едем дальше. В этом эпизоде вы видите наши покатушки с коляской Йоя в торговом центре. Друзья, коляска Йоя создана для шопоголиков. Она проедет в любом торговом центре, даже с самыми узкими рядами. Посмотрите, как легко мы с этим справляемся. И вам не нужно переживать, что вы что-то зацепите, перевернете или что-то собьете. Также внизу коляски есть небольшое отделение, куда вы сможете положить некоторые небольшие свои покупки. А на ручку коляски можно повесить пляжную сумку. В общем, друзья, по этому пункту я ставлю коляске Йоя 100% зачет. Кстати, друзья, напоминаю вам, кто досмотрит это видео до конца, тот узнает, как он может получить подарок от нашего канала PSN Travel. Поехали дальше. Смотрите, что же еще мы покажем в этом видео. Итак, друзья, сегодня третий день эксплуатации коляски Йоя. Напоминаю, первый день – это будет перевернение. Второй день – это эксплуатация коляски Йоя в Санкт-Петербурге. И именно в этот день мы решили сделать для вас то, что еще не делал никто. Мы с нашей 7-месячной дочкой подвинемся на высоту. 2364 метра над уровнем моря. И это будет гора Тархалу. Она же гора Олимпус. Это визитная карта турецкого города Кроша в Кемер. И она является самой высокой точкой среди всего горного массива национального парка Олимпус Байдаглана. И если вам нравится это видео, тогда обязательно подписывайтесь на наш канал. И ставьте ваш лайк. Впереди вас ждет много интересных видео и сюжетов. Итак, друзья, вы готовы увидеть, как это будет происходить? Тогда вперед вместе с нами. Вот мы уже приехали на общем трансфере, а именно на Мерседесе Спринтер, который вы видите у меня за спиной под ножью горы Олимпус. И сейчас мы идем к нижней станции, откуда отправляется фуникулер, который поднимает всех туристов на вершину горы. Как вы видите, подъем здесь пологий, без ступеней. В общем, турки молодцы, все продумали. А вот, друзья, тот знаменитый фуникулер. Его вместительность где-то до 80 человек. А подъем к верхней станции занимает всего примерно 15 минут. И вот мы заходим в кабину. Как вы видите, абсолютно никаких трудностей. Все сделано без ступенек. И места тоже для всех достаточно. Никаких доплат за то, что мы с коляской не было. И непосредственно сам подъем на вершину горы. Друзья, виды здесь просто невероятные. Скалы, поросшие лицами. Миниатюрные образы гостиниц, которые расположены в прилегающих поселках Кемера. И бесконечное море, которое на горизонте сливается с неба. И, конечно же, наша малышка Катюшка, которая весь этот путь провела в коляске Йоя. И дала нам насладиться видами этих обалденных пейзажей. Итак, друзья, вот мы находимся на вершине горы Олимпус. Она же гора Тахталы. Самая высокая точка горного массива Олимпус-Бейдаглары. Высота которой составляет 2365 метров над уровнем моря. И благодаря коляске Йоя, мы поднялись на эту вершину с нашей 7-месячной дочкой без каких-либо усилий. Кстати, более детальную информацию по этой экскурсии вы сможете посмотреть в другом видео. Которое вы также сможете найти на нашем канале PSN Travel. Тут я хочу только предупредить вас, чтобы вы обязательно брали теплые вещи. Потому что на высоте 2365 метров совсем не теплая погода. И при спуске у вас может закладывать уши. А это уже спуск с вершины горы Олимпус. И все те же фантастические пейзажи. Кстати, сейчас вы увидите, как одна мамочка несет своего ребенка на руках. Так вот, вам нужно понимать, что ехать на эту экскурсию без коляски лучше не стоит. Потому что продолжительность ее составляет более двух часов, не считая трансферов. И если вы все это время будете носить своего ребенка на руках, то вряд ли вы получите положительное впечатление от этой экскурсии. Ну и уже в который раз вы видите, как легко складывается коляска Йоя. Вот мы и вернулись в нашу гостиницу. И еще раз хочу отметить, что без коляски Йоя мы бы так легко не справились с подъемом на гору Олимпус. Ну а дальше вы видите процесс раскладывания коляски Йоя. Продолжение следует... Поехали дальше смотреть, что же еще мы покажем вам в этом видео. Друзья, сегодня четвертый день эксплуатации коляски Йоя в Турции. И тут мы покажем, как выглядела наша поездка из Кириша в Кемер, в том числе и на общественном транспорте. Как вы видите, в Кемер мы поехали на индивидуальном трансфере. Вот на этом Мерседесе Вита. Объясняю почему. Снимали мы этот видеоролик в конце мая. И на это время температура воздуха в Турции уже достигала 40 градусов, а иногда и выше. Поэтому моя любимая супруга с трудом согласилась ехать в Кемер. Ну и естественно уговорила меня, чтобы мы в одну сторону поехали на индивидуальном трансфере. Ну или другой вариант. Я сам с этой коляской хоть пешком иду куда хочу, а она с детьми будет отдыхать в гостинице. Приехать мы приехали. Но нормально погулять по Кемеру у нас не получилось. Потому что кроме того, что сверху жарит солнце, в самом городе стоит нереальная духота. Поэтому нам пришлось сократить время на прогулку по Кемеру. И мы сели в обычную маршрутку и поехали с Кемера в нашу гостиницу в Кирише. Ну и непосредственно сама поездка в народной турецкой маршрутке. Друзья, так получилось, что эта поездка припала на дневной сон нашей дочки Кати. И чтобы не беспокоить ее доставанием из коляски, я занес ее в маршрутку прямо в разложенной коляске. Как вы видите, маршрутка абсолютно свободная. И кстати, водитель не взял никакой оплаты ни за нашего сына Дениса, ни за разложенную коляску. Так как поездка от Кемера до Кирише составляет примерно 15 минут, то естественно Катюша за это время еще не проснулась. И выносить ее из маршрутки мне пришлось так же в разложенной коляске. Конечно же, благодаря легкому весу коляски Йоя, это сделать для меня не составило никаких усилий. Дальше. Наконец-то мы добрались к преимуществам и недостаткам коляски Йоя. Итак, друзья, давайте подведем итоги испытаний коляски Йоя. Начать я хочу с преимуществ коляски Йоя. Значит, первый, самый такой весомый момент, это мобильность и компактность. То есть коляску Йоя можно даже брать с собой на борт самолета, как ручную кладку. Второе преимущество коляски Йоя, это ее вес всего 5,8 кг. Ее легко переносить как в сложенном виде, так и в разложенном виде вместе с ребёнком, как вы видели раньше в этом видео. Третье ее преимущество, это управляемость. Коляска Йоя очень легко управлять одной рукой. Далее в этом видео вы увидите, как это все происходит. Четвертый. На удивление, коляска Йоя относительно бесшум. То есть, когда вы едете по плитке, она не тарахтит и не громыхает. Теперь давайте расскажу вам за основные недостатки коляски Йоя. Хоть их и сложнее вам назвать, но тем не менее, они есть у коляски. Значит, самый такой вот весомый недостаток лично для меня. Это больше связан не с самой коляской Йоя, а с ее рекламой в интернете. А именно вот в ютубе все ролики, которые я смотрел, как коляска складывается, как коляска Йоя раскладывается, ну, не совсем соответствуют реальности. Во всяком случае, все эти процессы проходят не так просто, как показано в других видеороликах. Второй момент. Это нерегулируемая по высоте ручка. Ребят, для некоторых это будет не очень комфортно. Нею проблем. Третий, несущественный, но тем не менее, бампер, который идет в комплекте с коляской Йоя, обшит таким же самым материалом, из которого сделана сама коляска. И получается так, что он больше всего пачкается. И его нужно постоянно чистить, чтобы коляска имела эстетический вид. Значит, четвертый, это ее многорычажная конструкция. Ребят, если вы возьмете коляску Йоя в качестве основной прогулочной коляски и будете эту коляску Йоя катать каждый день по нашему бездорожью, то вряд ли она у вас послужит долго. Что касается обратного перелета, то он мало чем отличается от того, как мы летели из Харькова в Турцию. Единственное, что я хочу вам тут показать, это то, как коляска Йоя управляется одной рукой. Потому что наш рейс задержали на 2 часа, и у нас было много времени, чтобы подурачиться в аэропорту Антаги. Значит, вот мы приехали на трансфере из гостиницы в аэропорт Анталии. Повторяю еще раз, что весь процесс практически полностью идентичный перелету из Харькова в Анталию. Поэтому все эти моменты в аэропорту Анталии я пропустил в этом видео. И мы сразу переходим к эпизоду, где я показываю, как коляска Йоя легко и просто управляется всего одной рукой. А если вы будете ехать по абсолютно ровной поверхности, то управлять коляской Йоя можно даже всего двумя пальцами, как вы видите сейчас на своих экранах. И вот уже перед самой посадкой на борт я спокойно складываю коляску Йоя, одеваю на коляску чехол, проходим последний контроль и дальше мы идем занять свои места в самолете. Кстати, единственное отличие на обратном пути было то, что у нас на регистрации не спросили, когда мы будем сдавать коляску в багажное отделение. По пути перед самым входом в самолет мы опять встречаем коляски, которые отправятся в багажное отделение. Ну а наша коляска Йоя будет в целости и сохранности лежать в месте для ручной клади. Вот так вот выглядело, друзья, наше путешествие с коляской Йоя на отдыхе в Турции. Так, мои выводы. Коляска Йоя идеально подходит по своему назначению. А именно, краткосрочное использование, а не постоянное ежедневно. К примеру, вы с маленьким ребенком летите на отдых за границу. Либо у вас поездка на несколько дней с вашим ребенком в любой другой город вашей страны. Либо в любой другой вариант, но не для постоянного ежедневного использования. Вы тогда спросите, зачем же покупать такую коляску? Отвечу вам на этот вопрос так. Покупать ее не обязательно. И мы ее не покупали, потому что у нас дома есть автопарк из четырех колясок на все случаи жизни. Поэтому коляску Йоя мы взяли на прокат. Для нашего отдыха в Турции стоит это копейки. По сравнению с тем, если вы ее просто купите. Так что мой вам совет, друзья. Не стоит тратить ваши деньги на покупку коляски Йоя. Возьмите ее для начала на прокат и лично испытайте ее. Вы увидите все плюсы и минусы этой коляски. И тогда вы сможете объективно принять решение, нужна вам коляска Йоя или нет. И напоследок, как и обещал, всем, кто досмотрит это видео до конца, мы разыграем два подарка от канала PSN Travel. Это будут вот такие вот два монопода для селфи. Чтобы узнать детали, вам нужно посмотреть мой комментарий под этим видео. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения, успешных путешествий и до новых встреч. Пока-пока!